По-прежнему в центре внимания последствия жуткой резни в Нижегородском районе. В храмах начались обыски, против чиновников возбуждены уголовные дела. Подозреваемый подстрелен и задержан, но обо всем по порядку. Вчера днем в квартире на улице Верхней Печорской были обнаружены останки шести маленьких детей, а также их матери беременной седьмым ребенком. Подозреваемый отец спустился в бега, задержали его только в коврове. При задержании он набросился на полицейских с ножом, но ему выстрелили в живот и обезвредили. Сегодня его привезли в Нижегородскую больницу. Люди настолько шокированы зверством, что простые медики, несмотря даже на клятву Гиппократа, говорили, что сами готовы убить подозреваемого. Зачем он нам? Уж не для камер, я сама хочу его на мелкие кусочки. С удовольствием бы сделала. А почему бы меня не порвать? Я сама мать двоих детей. Нет, я не хочу его убивать. Я могу подойти и чего-нибудь сделать. А зачем убивать? Мне хочется так же, чтобы он так же помочился. Это даже представить невозможно. То есть, не знаю, это, наверное, высшая мера наказания. У нас не следственный изолятор, у нас больница. Это раз. Во-вторых, он фиксирован. И с ним находится следственный комитет, который круглосуточно находится рядом с ним. Сами больного в средней степени тяжести. Он поступил переводом из Ковровской больницы. У него огнестрельное ранение брюшной полости, не проникающее. На сегодняшний день медицинский персонал делает все возможное для того, чтобы его состояние стабилизировалось. Если бы была пуль, я тоже в него стреляла. Это невозможно. Не надо его лечить. Не надо. Бог ему. Божий судья ему. Бог судья ему. Немного подробнее о самом задержании. Зверствами лишь в одном Нижнем Новгороде дело не обошлось. То есть подозреваемый сбежал в Гороховец, на свою родину. Мать его была найдена убитой рядом с огородом. Вот это яма. Здесь даже кровь. Вот эти остатки. Он сюда приехал неделю назад. Он стал здесь околачиваться. С недели приблизительно. Наверное, как раз после того случая. И вот в эту ночь, как убила мать-то он. В понедельник в ночь. Полчаса седьмого вечера. У меня вот балкон сюда на торец. А он в сарае вышел. И шел с лопатой в правой руке. А в левой руке два пакета. Не пустых. И я говорю, куда же он пошел на ночь, глядя? В сторону огорода. А он, оказывается, там яму уже готовил ночь. Он там выкопал яму на участке. Глубиной где-то около полтора метра. И длиной длина человека. Она тоже где-то метра семьдесят. Уже после того, как в Нижнем узнали, когда детей нашли и уже сюда приехали. Сломали ей квартиру. Стали ее разыскивать, мать. Ее нигде нет. Обнаружили, что здесь вот свежая, ну как бы земля свежая. Стали копать и нашли ее. Из Гороховца подозреваемый перебрался в Ковров. К теще. Матери жены, к счастью, дома не оказалось. Это ее, видимо, и спасло. В ее садовом домике подозреваемого и нашли сотрудники полиции и СОБРа. Участок тещи, 116. Вот здесь его дождались оперативники, значит. И брали где-то здесь. Видите, эта дверь, она вот. И ее, наверное, выломали. Ночью здесь была засада. Уже заметили его. Выбили дверь. Он с ножом, видно на оперативниках, с ножом. И его пристрелили, попали вот в область живота. Я думаю, он шел, тещу свою искал. Она раз, она наш садовод. Он, наверное, пришел домой. Может, ее дома не было. И может, он пошел ее в сад искать. А он ее искал. Он из Гороха в сад сюда приехал. Для чего, тещу убить? Спрятаться он мог в лесу, если ему надо спрятаться. Зачем он сюда пойдет? Подозреваемый Олег Белов посещал приход адвентистов седьмого дня. И сегодня, с самого утра, в нижегородских храмах начались обыски. Что за крылья? Не работает. Внутрь ему не попадешь. Ничего не случилось. Внутрь нельзя. Сегодня не работает. А это с чем связано? Ни с чем не связано. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам нельзя, что? А к чему? Здесь ведется последовательную прижимку. Сегодня, вы видите, у нас милиция везде. Ищут чего-то. А кто их знает, что они ищут? Правильно проходят, но ничего у нас не нашли. У нас все в порядке. Нет, чего опять еще? Нет, еще не ушли. Нет. Мы замолчили уже все. Все проверяют, все проверяют. У нас все в порядке. Кровавое дело, которое потрясло всю страну на контроль, взяли в Следственном комитете России и сразу же заявили о нарушениях. Несмотря на поступавшие сигналы о проживании детей в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, на протяжении трех лет сотрудники администрации Нижегородского района вообще не принимали никаких мер к обращению в суд с исковым заявлением о лишении Белова родительских прав. Они вообще фактически не ставили вопрос и об изоляции детей от родителей, тем более один из которых состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Вот сделали бы они это вовремя, я с уверенностью могу сказать, что ну не было бы таких тяжких последствий. В результате начальника управления образованием и социально-правовой защиты детства администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Игоря Крючкова против него уже возбуждено уголовное дело по части 3 293 статьи Уголовного кодекса «Халатность». Сам Игорь Крючков с утра был вызван на допрос Следственный комитет и больше в здании администрации не появился. Между тем районные власти провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что семья числилась у них на учете с 2011 года. Хочу отметить, что с 2011 года при организации патрулей и посещении семьи ни разу со стороны Юлии Владимировны супруги Олега Петровича не было заявлений о том, что угрожает ее жизни и жизни ее детей. Предпоследний выход состоялся 18 июня. Дома находилась мама Юлии Владимировны. Были маме ряд замечаний по уборке дома повторно. Выход состоялся 22 июля. Дверь никто не открыл. Но данный прецедент не вызывает на данный момент тревогу, потому что аналогичные ситуации случались. Запланировано было следующее посещение и по плану оно должно было состояться 6 августа. Но мы с вами понимаем, что в данном контексте тут уже без комментариев. Я бы хотела еще раз, уважаемые коллеги, обратить внимание, что за этот период ни от физических, ни от юридических лиц в администрацию Нижегородского района не поступало заявлений о том, что детям семьи Беловых угрожает смертельная опасность. Поэтому сказать конкретно, что бы мы могли сделать, я затрудняюсь ответить. Наверное, весь мир, вся система несовершенна. Поэтому упрекнуть конкретно в чем-то, если это личный вопрос касается меня. Как сообщили в администрации, в 2012 году они по обращению бабушки подавали заявление в суд с требованием лишить Олега Белова родительских прав. Но судья Нижегородского районного суда Ольга Голубева это требование отклонила и лишать Белова родительских прав не стала. Мы пытались сегодня получить комментарий у судьи Ольги Голубевой, но не смогли. Эту трагедию можно было предотвратить и, так сказать, на самом последнем этапе. Соседи ведь слышали, как мать Юлии Зайцева на весь дом кричала «помогите, убивают». Но никто не помог и даже полицию не вызвал. Слышано. Все слышно. Помогите, убивают. Убивают. Ну и соседи не отреагировали, да, никак на это? Ну, я знала, мы всегда-то ругались. Потом мирили, как правильно. Муж и жена, как правильно. Я чего буду суваться? Может быть, она боялась. Соседка по тамбру у них. Все возможно. Она тоже с ребенком. Валит. Может быть, испугалась. Ну, привыкла, наверное, поэтому и не отреагировала, как обычно. Я даже не представляю, как можно было не вызвать. В любом случае, неважно, там кричат они сколько раз, вызывают. Неважно, что у них постоянно такие эти. Мне кажется, всегда надо тогда вызывать. Мне кажется, очерствели. Уже как-то, не знаю, все для себя, наверное, живут, что ли. Как-то так, да? Все сейчас уединились люди. На помощь редко кто приходит. Все чего-то боятся. Это мир перевернулся немножко. Равнодушие. Вот именно, что все безразличные. Все живут только для себя. Прошел день, и ладно. Страшно то, что произошло. Трагедия, конечно, очень большая, но страшнее, наверное, безразличие. Кстати, сегодня вечером прокуратура распространила заявление о том, что будет добиваться возбуждения уголовного дела и в отношении сотрудников полиции. Как сообщается, в 2014-2015 годах в полицию не менее шести раз поступали заявления Зайцевой о неправомерных действиях ее супруга, который применял насилие в отношении нее и детей. Однако должностные лица отдела полиции не рассмотрели эти обращения женщины должным образом. В полиции данное заявление комментировать отказались. Таким образом, получается, что все органы, власти, правопорядка, судебные, соседи знали о том, что творится в семье что-то неладное. Однако предотвратить трагедию так и не смогли. Продолжение следует...